Здравствуйте, меня зовут Артём Михайлов, я инженер компании ISSP. В данном видеообзоре я познакомлю вас с продуктом компании McAfee – Device Control. В своём арсенале McAfee имеет три продукта класса DLP – Device Control, Host Data Leakage Prevention и Network Data Leakage Prevention. Device Control имеет базовый функционал блокирования физических устройств, подключённых к рабочей станции. McAfee Device Control полностью интегрируется в универсальную консоль управления McAfee и Polysie Arquistrator. Все основные элементы управления сосредоточены в левой колонке интерфейса. Они логически разбиты на подгруппы. В интерфейсе присутствуют серые неактивные ссылки, потому что Device Control – это урезанная версия Host Data Leakage Prevention, полный функционал будет доступен сразу после ввода валидной лицензии HDLP. Чтобы посмотреть информацию о лицензии, перейдём в меню справка – пункт о программе. Введённая лицензия даёт нам право пользоваться только функционалом Device Control. Перейдём к главным элементам управления Device Control. Это группа элементов под названием управление устройством. Данные сущности связаны следующим образом. Администратор создаёт описание устройства или группу устройств, которые он использует при построении правил блокирования. Характеристики устройства создаются на основе классов устройств. Рассмотрим, какие существуют классы устройств. К классу контролируемых устройств относятся устройства, которые выбрал администратор, среди тех, с которыми умеет работать сама система. Среди них USB-устройства, съёмные носители, ленточные накопители и прочие традиционные устройства. К классу неконтролируемых устройств относятся устройства, с которыми Macafe Device Control умеет работать, но которые администратор предпочёл не использовать. Устройства могут быть переведены из класса неконтролируемых в класс контролируемых и наоборот. К классу неподконтрольных устройств относятся устройства, с которыми система не умеет работать. Либо потому, что по таким классам нельзя осуществить утечку информации, либо потому, что контроль таких устройств может вызвать критические системные ошибки. Создадим новый класс устройств. Назовем его «Мой класс устройств». Класс устройств определяется на основе группового ID, который есть у каждого устройства. Введем описание и отметим чекбокс снизу, тогда созданный класс сразу попадет в группу контролируемых устройств. Введем тестовый групповой ID устройства. Нажимаем «Ок». Пролистаем список классов и видим, что наш созданный класс отображается под группой контролируемых устройств. Создадим характеристику устройства на основе только что созданного класса. Доступно три типа характеристики. Первое – характеристика устройства Plug-and-Play. Это те устройства, которые не содержат никакой файловой системы. Создадим тестовую характеристику устройства Plug-and-Play. Назовем ее «Test Plug-and-Play». Свойства характеристики устройства Plug-and-Play выглядит следующим образом. В графе «Класс устройств» выберем тот класс, который мы только что создали. Нажимаем «Ок» и выберем еще какой-нибудь параметр. К примеру, код класса USB. Выберем видео. Нажимаем «Ок». «Ок». Добавим шину PCI. «Ок». И добавим характеристику для съемного носителя. Назовем «Test запоминающего устройства». Как видно, здесь совсем другие параметры. При этом класс устройств здесь недоступен. Добавим имя устройства PenDrive. Также выберем, поставим чек-бокс, частичное совпадение. Также добавим параметр «Шину USB». Нажимаем «Ок». Теперь добавим новое правило реагирования. В выбавшем списке доступно три позиции. Правило устройства Plug-and-Play, правило съемных носителей и правило доступа файлов на съемных носителях. Выбираем Plug-and-Play. Создаем правило. Первый шаг из трех. Мы должны выбрать характеристики устройства, которые мы создали. Если у нас есть несколько, мы можем какие-то исключить и какие-то включить в случае пересечения. Второй шаг. Мы выбираем «Действия». Выбираем «Блокировать». Автоматически добавляется монитор и выявление пользователей. Монитор – это просто событие, ложится в базу данных. Уведомление пользователя – это на клиентской машине. В районе трея, там где Макафи, агентский значок, появляется оповещение, что устройство заблокировано. Это кастомизируемое сообщение мы можем сменить на любую другую надпись. К примеру, просто «Блок». Следующий и последний шаг – это выбор пользователей. Мы можем добавить локальных пользователей любой клиентской машины, а также добавить пользователей с доменом. Произведем поиск. Выберем, к примеру, «Автентифицированные пользователи». Ок. В этом окне аналогично характеристикам устройства присутствует переключатель «Включить-исключить», что в принципе удобно, когда мы работаем с группами из домена. Правило готово. Теперь необходимо его включить. Нажимаем «Применить изменения», и они сохранились в базе данных. Давайте посмотрим, как выглядит оповещающее окошко со стороны пользователя. Мы вставили флешку, она заблокировалась, система нас об этом оповестила. Необходимо отметить, что в Macafee Device Control доступны элементы HDLP-движка, такие как правила классификации и правила защиты на основе классифицированного контента. Классификация и блокирование – это два независимых процесса. Контент классифицируется с помощью словарей и регулярных выражений. Посмотрим на создание правила классификации. Доступны два типа правил классификации – на основе содержимого и на основе цифровых отпечатков документов. Создадим правило на основании содержимого. Правило создает из четырех шагов. Первый шаг – выбор регулярного выражения как основы правила. Доступны предустановленные уже готовые шаблоны, есть возможность изменить существующие или добавить, создать свои. Интерфейс создания текстового шаблона представляет из себя список с регулярными выражениями. Присутствует ряд дополнительных настроек, в том числе порог срабатывания каждого регулярного выражения. Второй шаг создания нашего правила к классификации контента заключается в указании словаря. Так же, как и на первом шаге, мы можем добавить сущность прямо из меню создания правила. Внесем изменения в существующий словарь. Словари создаются по аналогии с регулярными выражениями, за исключением того, что каждая запись является ключевым словом или фразой, а не регулярным выражением. Поддерживается отдельный вес каждой записи и общий порог срабатывания словаря. Следующий шаг позволяет нам выбрать, в какой области документа производить поиск контента. На последнем шаге нам нужно присвоить метку документу. Так же метка называется tag. Назовем tag confidential. Tag – это не что иное, как атрибут документа в файловой системе NTFS. Таким образом, что бы ни происходило с документом, шифрование, архивирование, тег всегда остается при нем. Кликнем «Ок» и готово. Теперь у нас есть правило, которое классифицирует информацию и присваивает документам определенный тег. Создадим правило защиты съемных носителей на основе созданного тега. Помимо привязки к тегу, правило умеет фильтровать документы по определенным свойствам. На первом шаге мы должны определить, какой класс приложений работает с данной информацией. Есть меню «Включить» и «Сключить». На втором шаге мы выбираем наш тег. Пока он ясно и созданный. Третий шаг – мы ограничиваем правила для типов файлов. Далее – для определенных расширений файлов. Отмечу, что каждый из дополнительных фильтров является опциональным. Следующий шаг позволяет нам ограничить правила для определенных свойств документа, таких как автор, автор последнего сохранения, категория, компания. Вот, к примеру, компания, ведем AISSP. Теперь все документы, созданные в компании SSP и имеющий тег «Confidential», будут подпадать под это правило. Создалось новое определение свойств документов, которые мы сможем использовать в других правилах. На шестом шаге мы можем определить правила для зашифрованных документов. Поддерживается интеграция с McAfee & Point Encryption, Adobe Lifecycle Rights Management с шифрованием от Microsoft. На предпоследнем шаге мы выбираем реакцию правила. Здесь вариантов больше, чем в классическом правиле блокирования устройств. В случае интеграции с поставщиком в шифровании мы можем зашифровать документ. При выборе обоснования запросов, система попросит пользователя объяснить, почему он пытается осуществить данное действие. Это объяснение будет сохранено в логах. Действие «Сохранить подтверждение» сохраняет полную теневую копию документа. Последний шаг – выбор группы пользователей, к которым применимо данное правило. Нажимаем «Мок», включаем правило, применяем новые настройки. На этом данный обзор заканчивается. Спасибо за внимание. О прочих функциях HDLP и продуктах McAfee смотрите в наших других видео-обзорах.